В Уральске прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции. В мероприятии приняли участие депутаты областного и городского маслехатов, представители экологических организаций, ведущие эксперты в области энергетики, ученые и активные жители региона. Наши корреспонденты стали свидетелями обсуждения. Влияние АЭС на экологию вызывает большое беспокойство среди населения. Специалисты утверждают, что атомная электростанция третьего поколения, которая может быть построена в Казахстане, будет иметь минимальное воздействие на окружающую среду и не будет потреблять много воды. Так, 18 июля в городском маслехате обсудили планы по строительству новой АЭС, где подробно разобрали волнующие жители вопросы. Публичное обсуждение по строительству АЭС направлено на то, чтобы показать, в какой сфере ознакомить людей, население, что такое атомная электростанция, где мы применяем атомную энергию в мирных целях. Современные атомные электростанции, они очень безопасные строения, в первую очередь. Так как, да, мы можем понять то, что есть какие-то опасения насчет эксплуатации, насчет безопасности. Но сейчас, в данный момент, технологии, развиты до такой степени, которые используются именно в атомной сфере, они автоматически, скажем так, предотвращают малейшие отклонения от заданных параметров. Многих интересует вопрос, где планируют построить атомную электростанцию и какая страна будет заниматься этим. В настоящее время отобраны проекты четырёх крупных компаний. Для строительства выбрали Жамбулскую область. Я считаю, подходящей страной, которая может построить нам АЭС – это Япония, которая на своём опыте показала, что они могут обеспечить безопасность. Жители Западного Казахстана, внимательно выслушав специалистов, свободно выразили своё мнение и задали вопросы. Во многих странах мира успешно эксплуатируются атомные электростанции, построенные в мирных целях. В этом списке лидирует США. В Европе также много АЭС. Многие страны строят новые стратегические объекты. В Китае планируется построить 25 атомных электростанций. Судьба атомной электростанции в нашей стране будет решаться на общенациональном референдуме, который планируется организовать этой осенью. Жители девятиэтажки в Уральске жалуются на неработающий лифт. Люди говорят, что подъёмник не функционирует с момента ввода дома в эксплуатацию. Жители вынуждены ежедневно подниматься по ступенькам, что вызывает дискомфорт, особенно для тех, кто живёт на верхних этажах. Однако ответственные лица пока не спешат решать проблему. Мы разобрались в ситуации. Жители дома, расположенного по адресу улицы Мукеола 79-1 в посёлке Зачиганск, обратились в редакцию нашего телеканала с жалобами на неработающий лифт. Оборудование установлено, но никогда не эксплуатировалось. Ступеньки становятся настоящим испытанием для жильцов. Особенно нелегко беременным женщинам, детям и пожилым людям, которым без лифта подниматься на верхние этажи очень затруднительно. Я сам живу на восьмом этаже. Лифт не работает с момента ввода дома в эксплуатацию. Сначала нам говорили, что это связано с ремонтными работами. Но уже больше года прошло, а мы до сих пор не можем воспользоваться лифтом. Обращались во все инстанции. Оказалось, что между застройщиком и лифтовой компанией есть какие-то несогласия. С благоустройством тоже проблемы. Нет ни детской площадки, ни скамеек, ни мусорных урон. Не смог никто до сих пор оказать содействие. До сих пор жители без лифта живут. Уже вот год получается. Застройщиком является СВ+. Есть пожилые люди, которые не могут элементарно спуститься и подышать свежим воздухом. На сегодняшний день проблема номер один. Мы самостоятельно, своим ходом пытались выяснить, разобраться, привести в порядок все это. Но нам не удалось. Если СВ+, нам ничего не отвечает, мы заказное письмо отправляли не раз. Ответа ни в электронном виде, ни в письменном виде не было. Чтобы разобраться в проблеме, мы связались с компанией, установившей лифт. Выяснилось, что застройщики задолжали лифтовой компанией. И это одна из причин, почему оборудование не эксплуатируется. С нашей стороны все работы завершены. Лифт в исправном состоянии. Но нужен ответственный за дом, который заключит с нами договор и поставит лифт на учет. А застройщики не заплатили за нашу работу. Сейчас мы находимся у компании СВ+, которая является застройщиком дома, расположенного по улице Мункела, 79-1. Наша съемочная группа пришла сюда за ответом на проблему. Однако руководство не вышло навстречу, а организация до сих пор не предоставила ответа. Жители Уральска недовольны состоянием площади первого президента. Крупные бытовые отходы, оставленные мелкими предпринимателями, а также установленные в центре парка песочница, вызывают негативные отзывы. Какие меры предпринимают ответственные за организацию чистоты города, расскажут наши корреспонденты. Площадь имени первого президента, которая должна быть местом отдыха и семейных прогулок, оказалась в центре внимания из-за двух проблем. Жители жалуются на мусор, который оставляют стихийные торговцы, а также на недавно установленную песочницу, которая, по словам местных жителей, портит внешний вид площади. То, что песочницу поставили для детей, это хорошо. Город развивается, детям нужно где-то играть, а это центр города. То, что люди занимаются бизнесом, это прекрасно. Но люди, которые занимаются бизнесом, должны следить за этим парком, чтобы было чисто, аккуратно и красиво. Здесь гулять абсолютно с детьми невозможно, потому что здесь развернулся стихийный рынок. Уже не раз писали жалобы и в интернет, и паблики, но никаких действий не принимается. И, конечно же, песочница, мне кажется, она здесь вообще неуместна. Это парк прогулок, парк отдыха, но никак не детских площадок и всех вот этих продаж. Песочница должна во дворе стоять, не надо. Это же парк отдыха, очень много мусора, никто не убирает. В отделе ЖКХ сообщили, что в указанной зоне установлены три контейнера для твердых бытовых отходов. Подрядная организация, отвечающая за чистоту города, ежедневно вывозит мусор. Однако, несмотря на неоднократные рейды и принятые меры, не удается положить конец стихийной торговле. Касательно загрязнения мест общего пользования на площади имени первого президента, сообщаем следующее. То, что у нас в настоящее время между отделом ЖКХ и то ЖАЭК Тазакала имеется трехкодичный договор, который в рамках данного договора подрядная организация должна содержать и провести санитарную очистку в течение всего года. То есть договор трехкодичный, работы ведутся с 2022 года. В настоящее время по городу установлено более 600 контейнеров для твердых бытовых отходов. В прошлом году в 75 местах были установлены новые мусорные баки закрытого типа. В этом году планируется заменить еще 69 контейнеров. В Мангистауской области прошли оперативно-тактические командно-штабные учения. В них приняли участие воинские контингенты Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Военные маневры состоялись на полигоне Уаймаша, а также на морском участке в двух километрах от мыса Токмак. С 8 по 17 июля воинские контингенты подготовили и провели совместную операцию по локализации вооруженного конфликта. Подразделения объединений группы войск проводили разведку, противоминные обеспечения, блокирование промежуточной базы, уничтожение боевиков на суше и море. В операции приняли участие военно-морской десант и воздушно-десантные войска, штурмовые эшелоны, мобильно-огневая группа. Их действия поддерживались ракетно-артиллерийскими кораблями, армейской и фронтовой авиации. По итогам учения ряд военнослужащих был награжден медалью за вклад в развитие международного сотрудничества и памятными сувенирами. Во время учения мы показали свою готовность. Наши гости из других стран рады, что провели с нами учение. Можно сказать, что бойцы из Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана также имеют высокую подготовку. Целью учения было объединить войска этих стран и мобилизовать их для совместного выполнения боевых задач. Напомним, совместные маневры проводились на учебном полигоне Уоймаша, на мысе Токмак Каракянского района и в Казахстанской акватории Каспийского моря. В учениях приняли участие 4000 военнослужащих и было задействовано около 700 единиц вооружения и военной техники. Амина Махсотова, Макагалина Рдаулия, Тасльбек Абикенов, Телеканал ТДК-42, Актау. В Актобе средства, поступившие от компаний за загрязнение окружающей среды, тратятся не по назначению. Многочисленные нарушения в сфере экологии выявили прокуроры после изучения плана природоохранных мероприятий Акимата области. Так, экологическим законодательством установлены требования по финансированию улучшения окружающей среды. Акиматы обязаны выделять на их реализацию средства не менее сумм, поступивших от природопользователей за предыдущие три года. К примеру, за 2019 и 2021 годы по области от всех компаний за загрязнение окружающей среды в бюджет поступило 25 миллиардов тенге. Соответственно, Акимат должен выделять средства на улучшение окружающей среды не менее этой суммы. Однако общие затраты по плану на 2022-2024 годы составили всего 23 миллиарда тенге. Кроме того, сам план не соответствует требованиям, так как содержит мероприятия, не предусмотренные типовым перечнем. В план необоснованно включены газификация сел, ремонт теплосетей, содержание аппаратов лесных учреждений. Общая сумма потраченных на непредусмотренные законы мероприятия средств превысила 8 миллиардов тенге. В настоящее время по мерам природоохранной прокуратуры план природоохранных мероприятий корректируется в соответствии с типовым перечнем. Сумма финансирования будет увеличена до 30 миллиардов тенге. По акту надзора виновные должностные лица привлечены к строкой дисциплинарной ответственности. По Ножовщине закончилась массовая драка в Актубе. В результате конфликта между посетителями кафе пятерых пострадавших доставили в больницу. У 28-летнего пациента закрытна черепно-мозговая травма и мозговая кома. Еще у троих колото-резанные раны. Один мужчина от осмотра отказался. По данному факту начато досудебное расследование. Известно, что к Поножовщине привела словесная перепалка. Участники конфликта были в нетрезвом состоянии. На месте драки полицейские задержали 8 человек. Их заключили под стражу за хулиганство. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. А кафе после происшествия закрыли и опечатали. В данном моменте все участники драки установлены и задержаны, доставлены в отдел полиции. Ведется досудебное расследование. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Сверток с наркотиками пытался провести через границу гражданин Узбекистана. Это обнаружили сотрудники АФМ на таможенном посту Тажен, расположенного в Бениусском районе Магисталской области. При досмотре легковой автомашины марки «Лада» «Ларгус» у гражданина 1991 года рождения обнаружен подозрительный сверток, обмотанный изолентой зеленого цвета. При досмотре задержанный выхватил из рук сотрудника сверток и проглотил его. Он был доставлен в центральную районную больницу, где ему проведена компьютерная томография желудка, где обнаружено инородное тело. По результатам судебной экспертизы, в свертке оказалось психотропное вещество метамфетамин гидрохлорид в крупном размере общим весом 1,26 грамма. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания ведется досудебное расследование по факту хранения наркотических средств. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия разглашению не подлежит. В Талдыкургане осужден руководитель отдела образования. Об этом сообщили в антикоррупционной службе. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области ЖИЦУ приговорил Джулдыханова к 11 годам лишения свободы. К тому же он пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил. Подробности дела рассказали в антикоре. Он признан виновным в получении взятки в размере 280 миллионов тенге от главного бухгалтера этого же отдела за сокрытие фактов хищения бюджетных средств и неувольнения с работы. Джулдыханов осужден к 11 годам лишения свободы и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. В рамках превентивных мер слушания прошли с участием коллектива осужденного. Приговор в законную силу не вступил. Железнодорожный переезд на улице Ружейникова в Уральске, закрытый на ремонт 13 июля, будет вновь закрыт 21 июля с 9 утра до 8 вечера. В филиале АОНК Казахстан Тимржолы сообщили, что времени, предоставленного ранее, не хватило для завершения всех необходимых работ по замене переездного настила с рельсов на типовой настил с резинокордовым покрытием. Руководство компании призывает водителей заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств. Также сообщается, что в Казахстане планируется модернизировать свыше 180 железнодорожных станций до 2030 года. В апреле Сенат одобрил законопроект, усиливающий наказание за бытовое насилие. 15 апреля Касамжумар Тукаев подписал закон, который предусматривает ужесточение наказания за правонарушения в отношении женщин и детей. Какие изменения происходят в обществе после принятия нового закона, узнали наши корреспонденты. Один из последних фактов, в результате которого пострадала женщина от рук супруга, произошел в Магастауской области. Напомним, 14 июля женщину пытался зарезать ее собственный муж. Пострадавшая получила серьезные ранения, но осталась жива. Двумя днями ранее, 12 июля, суд в Шемкенте отправил на принудительное психиатрическое лечение 53-летнего целителя Улукбек Османова, обвиненного в истязании шестерых приемных детей, освободив его от уголовной ответственности. Сообщается, что дети пасли скот, голодали, ходили в рваной и грязной одежде. Детям не разрешали мыться, а на ночь, чтобы те не чесались от невыносимого зуда, связывали ноги и руки. Когда детей спросили, чем они питались, они ответили, что им давали кошек и собак в сарае. Детей вернули в детские дома Шемкента, Алматы и Астаны. Эти ужасающие преступления подчеркивают необходимость жестких мер против семейно-бытового насилия. Президент Хасамжум Артукаев подписал закон, направленный на противодействие такому насилию, усиливающий наказание за правонарушение в отношении женщин и детей. В обществе активно обсуждается законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию. Это уместно. Актуальные вопросы должны быть широко обсуждены. Стоит взглянуть на его нормы и учесть все мнения. Наша главная задача – защита прав женщин и детей. Закон вступил в силу 16 июня. На всех этапах обсуждения и принятия документ вызвал большой резонанс в обществе. Вот многие, вот сейчас, например, в машинах боятся штрафов всего. Мне кажется, многие пацаны будут этого бояться. Мужчины будут бояться. В клубах больше это происходит даже, да. Видите, наверное, за девочек дерутся пацаны. Там тоже будет меньше, мне кажется. Все будут бояться этого закона. Я думаю, разногласия идет. Непонятие вначале. Ну, как бы, может, выбор не такой делают люди, я не знаю. Я не рассматриваю человека вначале, какой он. Я думаю, из-за этого все это происходит. Сознательное поколение – это зеркало нашего общества. Важно задуматься о будущей роли ребенка и его правильном воспитании. Альбина Жекенова, Айбула Джагаппар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В летнюю жару ничто не утоляет жажду лучше, чем ломтик спелого арбуза или дыни. Однако ранние плоды могут стать причиной недомогания и отравления, отмечают специалисты. Как избежать негативных последствий от полосатой ягоды, узнавали наши корреспонденты. Стоит отметить, что казахстанские арбузы и дыни пользуются популярностью не только на рынках стран СНГ, но и активно экспортируются в Европу. С начала года Казахстан экспортировал более 3000 тонн арбузов и дынь, что на 2000 тонн больше, чем в 2023 году, сообщает Министерство финансов Республики Казахстан. Основными странами-импортерами стали Монголия, Латвия, Украина, Германия и Польша. В то же время в Казахстан было везено 43 тысячи тонн арбузов и дыни из таких стран, как Узбекистан, Таджикистан и Иран. Я считаю, что вместо привозных арбузов лучше выбирать местные, выращенные, например, в Чапаеве, так как они созревают естественным образом, без использования удобрений, на чистой земле и без вредителей. Арбузы рекомендуется есть только в сезон, то есть в августе. Как сообщает Асель Туралиева, руководитель отдела контроля и надзора за объектами питания, ранние тепличные арбузы могут содержать большое количество химикатов, включая нитраты и пестициды. Удобрения использования при выращивании попадают в продукты. Поэтому лучше дождаться августа и наслаждаться настоящими естественными арбузами. Также необходимо следовать мерам безопасности. Необходимо соблюдать следующие меры безопасности. Это такие, как в первую очередь, конечно, начинать сезон арбузов, употребление арбузов в конце августа. То есть в это время происходит естественное возревание арбузов, в отличие от тепличных, в которые как раз-таки добавляются нитраты для ускорения их возреваемости. Также не приобретать арбузы, бахчевые культуры вдоль дорог, на трассах, в неустановленных местах торговли, в стихийной торговле. Также рекомендуется не просить надрезать арбузы. Опасность отравления нитратами заключается в преобразовании гемоглобина в метгемоглобин, что нарушает его способность транспортировать кислород к тканям и органам. Без своевременной медицинской помощи возможны серьезные последствия. В связи с этим сандрачи рекомендуют быть осторожными при приобретении ранних овощей, особенно бахчевых культур. Альбина Жекенова, Айбулат Жахапар, Александр Грауарев, телеканал ТДК-42. Все самое главное за последние семь дней вы можете увидеть в программе «Итоги недели» в это воскресенье на телеканале ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова